Юный изобретатель из Махачкалы разрабатывает модели беспилотников. Летающие судна Тимура Харитонова уже оценили на масштабных выставках. Ознакомился с работой молодого мастера и наш корреспондент Абдурахим Белалов-Даганай. Наверняка каждый сейчас вспомнил, как любили эту простую игрушку в детстве и как складывали из бумаги самолётики вместе с друзьями. У этих ребят школьная забава переросла в нечто большее. Их управляемые модели воздушных судов летят долго и высоко. Юный изобретатель Тимур, мастер в своём деле. Всего за три года обучения в Республиканском научно-техническом центре он собрал уже пять беспилотников. На эту модель у него ушло три месяца. Каждая деталь создана своими руками. У меня постоянно что-то хочется руками делать, что-то такое. Я решил прийти сюда. Честно говоря, благодаря одной учительнице моей, Ксении Петровной. Сначала я пошёл на машинке, мне там не так сейчас было интересное. Я сама эту грушу вот здесь. Три раза в неделю, по два часа в день. После школы Тимур обучается в центре. Уделяет свободное время своему любимому хобби и дома. Главная мечта – стать машиностроителем. Ведь именно здесь он может приобрести незаменимый опыт. Здесь были соревнования летом, 9-го числа. Там они длятся три дня. Первые идут скоростные модели, три рауда. Это просто скоростные модели. Я получил третье место, третья награда. Это первый раз, когда я участвовал в соревновании. В соревнованиях были ребята из Хасаюрта, Каспийска, из Бирбаша. Это были серьёзные противники. Проявил себя юноша и на всероссийском конкурсе «Отвинта». Это только начало его пути, считает учитель Тимура Рамазан Лукманов. Когда-то он сам обучался в этих стенах. Уже более 30 лет руководитель авиамодельного объединения делится своим мастерством с подрастающим поколением изобретателей, которыми всегда гордится. У нас занимался самый яркий ученик у всех детей, которые занимались, Насурлаев Саид. Он после окончания школы поступил в Московский Бауманский технический университет без вступительных экзаменов. Он сейчас непосредственно ведёт работу КБ по разработкам беспилотных аппаратов, запускам. История у этого научно-технического центра большая. Ему более 60 лет. Его воспитанники неоднократно занимали призовые места и на международном уровне. Проводятся мероприятия и в самом центре, собирая ребят со всей республики. Сейчас, в данное время, центр готовится к новому. У нас новшество. В общем, здесь будет на базе центра организован детский технопарк «Ванториум». Это новая модель дополнительного образования, которая охватывает детей, уличённых техникой, программированием, любителей летать, делать дизайн. Планируется открытие современного технопарка уже в начале нового учебного года. Несомненно, и это событие станет настоящим торжеством для жителей нашего региона, особенно для родителей. Более 800 детей ежегодно смогут получить хорошие знания, умения и навыки, которые в дальнейшем пригодятся им в выборе своей будущей профессии. Абдурахим Белалавдагана, Ибрагим Магомедов. Время новостей.